Первый персональный вернисаж Ильи и Яны Хаританович торжественно открылся в родном для ребят учреждении в Центре дополнительного образования детей и молодежи города Бреста. Руководство и воспитанники учебного заведения постарались своими силами поддержать начинающих мастеров кисти, превратив мероприятие в настоящий творческий вечер. В честь Ильи и Яны в этот день звучали слова поздравлений и пожеланий. В этот день они главные герои. Я очень горжусь своими учениками и, конечно, восхищаюсь выставкой, восхищаюсь тем, что они сделали. Илья и Яна Хаританович – воспитанники студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Декор». Уже не один год они занимаются под чутким руководством талантливого наставника, представителя Союза художников Беларуси Нилы Горчанюк. У каждого из ребят свой почерк, однако они свободно выражаются как в реалистичном, так и в абстрактном стиле. Выразительность, тонкая передача настроений, создание образа – все это их художественный мир. У него получается и графика, и живопись. Яна больше всего любит рисовать природу и здания. Но обычные, и у нее получаются очень красочные картины, которые сегодня представлены здесь, на этой выставке. В рамках персональной выставки на суд Брестской публики воспитанники образцовой студии представили и свой новый проект. Разговор с Малевичем соединил в себе удивительные формы и методы выражения. Дети сделали около 56 эскизов. 10 лучших работ сейчас представлены в Минске, в национальном центре. И параллельно лучшие работы мы решили показать на суд зрителей. Несмотря на столь юный возраст, за спиной у ребят не одна покоренная вершина. Илья, как старший брат, является для Яны примером, образцом того, как надо ставить перед собой цели и их добиваться. Он – участник и обладатель призовых мест в международном конкурсе «Славянский родник», дипломант творческого состязания «Нас роднит Бук». А Яна, в свою очередь, старается его поддержать, но в то же время не отставать, пополняя и свою копилку новыми наградами. Возможно, совсем скоро ребята пристанут перед брещанами вновь, ведь впереди их ждут городские, республиканские и международные выставки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!